всем привет блендер 2 91 и вот сегодня захотел я пустить именно в полет от этого персонажа бориса должен полетать братан пришлось переделать ему крылья потому что без вот этих нижних перьев он короче в полете гадко выглядит перьев должно быть побольше если для анимации период и вот эти перья вроде как незаметны там для ходьбы для каких-то кульбитов то вот полет показывает что крылья гамно так теперь что увеличил хвост сделал побольше кости не вставлял так добавил косточки на щеки на брови и под глазами ну в принципе все само собой чуть-чуть подправлял крылья чуть сделал как побольше вытянул пришлось вот эти косточки передние корректировать так все погнали теперь делать полет просмотрел я много информации картинок по том потому как крылья ведут и птицы себя в полете в принципе это не подходит для вот таких персонажей то что предлагает яндекс вот эти покадровки птиц это все получается лажа так хотел я ему сделать сразу земли чтоб присел и взлет ну давайте сначала разберемся как он машет крыльями итак единица на нампаде ставим первый кадр переключаемся в пост мод и теперь вот такая штукенция даже тройка на нампаде н панель сейчас включу screen cascade все его забываю и смотрим выбираем вот эту вот косточку и перекручиваем таз там побольше таз перекручиваем вот так теперь выбираем задние лапы g уводим их назад и перекручиваем вот так пусть пока в таком положении по след но если вы планируете что-то делать делайте на первой вот этой на первом кадре все точно потому что потом в процессе анимации вы все это уже не добавите если вы решили что будет согнуты вот эти вот как не пальцы а как у него называется шляпа это то сразу лучше подсогните вот так если припустить их еще можно будет то вот этот поворот переделать будет нельзя это все будет дергание опускаем задницу словом выравниваем персонажа смотрим как чего так живот нам не понадобится мы его чуть-чуть подтягиваем для этого косточка нам и пригодилась теперь если вы начнете делать полет персонажа не забудьте сразу поставить тут именно сразу поставить шею в то положение в котором она будет именно вот на этих первых кадрах потому что вы опять же потом шею не поймаете и будет у вас дергание шея будет трепыхаться как ну не могу подобрать словам так вот где-то вот так я шею хочу подставить вот так опять же чтобы сильных переломов не было вот так и рот хочу чтобы у него был постоянно открытый я открываю рот можно даже ему подкорректировать сразу клюв вот подтянуть и можно даже как-то чуть-чуть вперед его вытянуть вот таким вот образом вот такая штукенция также смотрим можно ему под надуть щеки а я их не прицепил но сейчас уже прицеплять нельзя потому что модель перекоробит надо на базовой модели поменять не забыть в принципе можно щеки вытягивать вроде менял забыл что ли так ладно не суть вопроса косяки бывают и у меня так теперь первая позиция обязательно вот начинайте именно с верхней вот этой точке именно с этой верхней точке g вот так и чуть-чуть можно перекрутить здесь тоже мы это все дело перекручиваем и g английская подставляем еще немножко перекручиваем вот это первая позиция вот это первая позиция с нее всегда полет начинается не с нижней как вот я делал на жуках там еще пойдет но здесь вот лучше начинать с верхней позиции так пишем в принципе все проверяем чтобы ничего не забыть так а вот еще семерка на нампаде вот эти крылья вот эти крылья значит при взмахе они должны в принципе находиться вот где мы их поставили здесь вот так это значит единица нампаде на следующих кадрах они будут чуть-чуть вперед уходить так пишем а и вокруг это у нас получается первый кадр первый кадр это будет у нас и десятый кадр последний шрифт д перетаскиваем на десятый кадр находим пятый кадр и что делаем опускаем крылья в самую нижнюю позицию правильно правильно наверное так значит так и вот здесь вот уже крыло нужно чуть-чуть перекрутить как бы вперед и g вытянуть крыло вперед вот так вот 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 таким вот образом и как бы расслаблено вниз опустить вот такая штукенция так теперь единица нампаде делаем g делаем r семерка на нампаде r опять же подкручиваем перья и g вытягиваем крыло вперед единица на нампаде смотрим чтобы это все более-менее было симметрично но опять же чтобы так получается что у нас тут а ноги не вылазит можно даже амплитуду сделать побольше и как бы в натяг их пускайте пусть косточки отходят вот эти вот косточки вот от inverse kinematic пусть чуть-чуть как бы вытягивается вот такая штука получается а и блок рот и вот теперь мы смотрим так 10 кадров ставим зацикливаем анимацию смотрим так вот он летит вот таким вот образом рот у него открыт все это нормально ну принципе плоховато ну чё ну машет крыльями ну и чудо неинтересно так дорабатываем так смотрим еще что если вы хотите на пятом кадре вот здесь вот у нас пятый кадр пробуем еще какую штуку значит G или лучше MOV мы его чуть-чуть поднимаем чуть-чуть так чуть-чуть перекручиваем вот так вот как бы вот тогда и можно еще ему немножко позвоночник вот так вот перекрутить и жопу вот так как бы наверное чуть-чуть приподнять еще вот здесь панахимичить чуть-чуть и вот таким вот образом вот так как бы к верху пустить а вот эти лапы G как бы вот чуть-чуть R вот так вот опустить а и блок вот так смотрим не будет ли уродливо ну вот он уже и шачит по прямую уже вроде все нормально но нужно еще подкорректировать сделать ему мягкости сейчас будет гемор вот третий кадр кстати стал вы видите сверху в каком положении у него именно руки ну крылья но это не так должно быть это должно быть вот таким вот образом вытянуто единица на нампаде и смотрите что происходит так здесь теперь будет немножко гемор конечно да нам нужно вот эти вот так вот эти да фаланги пальцев вот этих ну смысле крыльев крыльев да конечно по перекрутить и сделать это помягче по симпатюшней вот так вот выбираем чуть-чуть вот так не надо их именно близко прислонять друг другу вот так ну расхождение должны быть так что у нас тут еще получается вот так и ликвидируем вот этот гемор так смотрим что тут получилось ну в принципе мягенько вроде получилось если что потом еще подкорректируем ну и тут тоже самый тот же самый гемор так это значит чтоб не попутать где какое перо так что то у меня сегодня чувствую подтупляет а почему вроде крыло 7000 полигонов так 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 и чем больше вот этих изгибов вот этих тем мягче будет внешний вид и так теперь пишем а и блок рот это у нас получается третий кадр вот вы видите что уже более так нормально но сбив сбивку дает 7 теперь кадр на седьмом кадре мы повторяем все это дело вытягиваем крылья вперед ну смысле в стороны g вот так и тут будет другая штукенция так на вытяжку их так единицы на нападе и нам нужно их просто вот вот так аж поднять и повыше желательно вот так вот раз ну вот эти пальцы просто хаотично давайте я вот так подсажму чтоб просто внешний вид был не хочу их что-то сильно корректировать тут мы пишем 7 кадр а и блок рот ну вот смотрите теперь как он летит уже прикольней лапы болтыхаются теперь можно сделать где-то какие-то задержки увидел я в одной модели как все сделано смотрите значит у нас есть третий кадр если мы сейчас третий кадр шифт д копируем допустим на четвертый а седьмой кадр шифт д копируем на восьмой вот уже видите насколько мягче все это дело происходит уже он как как бы степенно так вот в игрушке можно его использовать вот что он летает так так надо же дальше его корректировать правильно что еще мы можем здесь сделать значит вот на шестом кадре у нас вы видите где руки ну смысле крылья значит что мы делаем вот эти кадры джи перетаскиваем на шестой а эти кадры перетаскиваем на второй смотрим что получится во уже получше так единица нам падить выключаем вид вот уже вот так он летит так здесь значит вот на четвертом единице нам падить что можно попробовать просто попробовать джи так ctrl z попробовать английская г и крылья как бы прям в натяжечку пустить вот так вот а и лок рот смотрим во смотрим что у нас здесь происходит это у нас первый второй третий четвертый шестой седьмой восьмой так здесь получается так здесь получается шестой седьмой второй третий это значит у нас а девятый откуда взялся первый десятый второй девятый третий восьмой четвертый седьмой пятый шестой а они тут рядом тьфу блять и так значит делаем восьмой кадр семерка на нам паде видите тоже вот этого не надо единица на нам паде делаем что у нас получается на седьмом округление на восьмом девятом так получается что нам нужно прописать девятый кадр а а и локрут девятый кадр можно так шестой седьмой пробуем г английская перейдеть на седьмой восьмой и девятый оставляем во вот это уже оно получше будет вот вот такая штука единственное что нам нужно сделать здесь вот у нас вы видите что происходит вот такой внешний вид сверху и два кадра у нас топорят на четвертом у нас крылья уходят вниз и нам нужно поймать тройка на нам паде вот эту голову четвертый и пятый вот на пятом наверное давайте немножко опустим только немного вот так сильно не будем делать а и локрут во добавим такую движуху ими на голове на шестом кадре что тут происходит а вот шестой бы кадр так пятый это значит тройка на нам паде проверяем вот крылья впереди у него можно крылья делать сюда поближе к телу но это уже разный полет будет так на шестом кадре шестой седьмой восьмой так не вот все крылья уходит попробуем пятый шиф д скопировать на шестой вот так вот вот так вот так теперь значит шестой джи удалим так этот я файл сохраню save us и сейчас будем делать эксперименты и так удаляем значит седьмой кадр и удаляем третий кадр теперь 6g подтягиваем на седьмой и смотрим что происходит вот уже чуть-чуть замедление происходит теперь 4 подтягиваем на 3 уже вы видите такой более ну как точечные такие движения как-то объяснить так-то он летит нормально но чуть-чуть задержкой вы видите теперь если мы возьмем 2 3g перетянем на 4 вот еще другой полет уже происходит если сейчас 5 подтянем на 6 так значит 5 остается у нас пятым седьмой мы удаляем делить и 3 мы удаляем делить кейфрейм значит так четвертый мы ставим g поближе на 2 а 8 9 g на 6 7 вот уже замедление вот таким вот образом работает так если 7 оттащим на 8 а второй на 3 вот уже другой полет пошел более такой точечный ну как мультфильме койдова так летит более-менее вот это вот замедляется движение крыльев так теперь давайте ускорим все это делаем на 4 так значит что нас на 6 а на 8 так начата 7 и 8 попробуем удалить делит кейфрейм и вот это дело теперь джи передвинем допустим на 8 кадр и подтянем у джи на 9 7 7 на 3 это уже сильно прям затормаживает на 4 8 джи на 6 вот уже получше будет на ну и 9 наверное джи на 8 а вот этот полет мне больше нравится более он такой мультяшный как бы так смотрим что нас в кости включены и лак рот и лак рот и вот смотрите теперь в начале вы помните какие у нас были допустим 1 д верхняя точка она так и остается 10 тоже остается у нас меняется только пятый вот чуть-чуть он уходит там как-то тут выкручиваем ниже в принципе он попал чуть-чуть с изменениями и вот теперь получается на третьем у нас загиб но видите опять же семерка на нампаде как у нас крылья стоят это вот потому что у нас сейчас вот такой полет прикольный вот вот такая штукенция мультяшный такой полет если мы сейчас допустим допустим так здесь какие крылья если мы на третьем сейчас выберем вот эти косточки и допустим вот так вот уведем да крыло и вот это косточку тоже джи вот так крыло уведем ну хаотично для эксперимента а и лак рот так так и теперь получается что у нас тут получается вот тут здесь уже нормально здесь вот расстановка в разные стороны стороны единственное что можно наверное джи вот эту клешню подкрутить а и лак рот полет ну и смотрим какой получился теперь полет вот теперь другое движение именно крыла почему потому что мы вот эту изюминку искривление убрали и крылья выровняли раз крылья ровные то полет совсем другой так я сейчас сохраню наверное этот вариант потом буду анализировать что к чему понравился мне именно ctrl z ctrl z вот этот вариант так вот вот с таким изгибом крыла смотрим что происходит еще можно перья тут вот эти двигать косточки поставлять где-то я не знаю там что еще гортань можно сделать чтоб выскакивала там моргал чтобы ну короче такая штукенция так смотрим как это смоется во ну вот такой результат можно конечно все это теперь пробовать до 24 кадра тянуть где-то замедление ускорение вставлять я думаю вы это уже сами поэкспериментируете не буду затягивать ролик он и так на получился да нет 26 минут нормально я думаю минут 40 тут его делал время остановилось ну вот такой вот эксперимент теперь если понятно как его делать именно движение крыла полета движение тела опять же его можно перекручивать тело влево вправо таз там как-то вилять но это будет работать я думаю только на движение вперед вот на таком вот именно варианте ну тоже нужно попробовать будет конечно если мы будем менять там допустим лапы повороты может где-то крутанется на каком-то кадре потом опять повторение кадров и вот зацикленность такую чередовать один вариант второй вариант один вариант второй вариант и все тогда может быть заиграет еще лучше так ну все задавайте вопросы подкидывайте идеи если с материалом кто-то знает где вот взять диснеевские вот эти полеты если есть какой-то сайт подкиньте ну и спасибо что участвуете в жизни канала и вот вообще вот в этом всем деле все всем пока до свидания первое в Продолжение следует...